Храм Архангела Михаила в небольшом селе Холстовка с населением в четыре сотни человек, признан памятником архитектуры регионального значения. Местные жители называют эту церковь черной из-за необычного темно-коричневого окраса. Ну да, раньше обычно церкви были такого белого цвета, как бы вот должно быть так. Но у нас вот так вот почему-то, не знаю. Но мне, например, нравится тоже. Так вот прям красиво все сделано. Построенная 135 лет назад церковь Архангела Михаила многое повидала на своем веку. В 30-х годах прошлого столетия храм закрыли и переоборудовали подзернохранилище. Потом и вовсе забросили. А в конце 80-х, начале 90-х годов произошло чудесное появление в Холстовке странствующего старца Владимира Тимофеевича Гусарова. Он остался жить в селе в этом домике и начал своими силами реставрировать уникальное строение. Практически сразу, ровно 30 лет назад, тут возобновились божественные литургии. Значит, церковь деревянная, кажется, вторая по высоте в Ульяновской области. Вот из деревянных, можно сказать, самая лучшая, так вот, как говорят, со стороны. Церковь уникальная, в принципе, акустика хорошая. В 1997 году старец Владимир Гусаров умер. Перед смертью у него открылся дар прозорливости, и он предсказал, что однажды появится потомок, который возродит храм и вернет его величие. Пять лет назад предсказание старца сбылось. Оказывается, что здесь родовое гнездо Тамары Федоровны Мантуровой, мецената и матери нынешнего министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Она несколько раз приезжала в холстовку. Была проделана колоссальная работа. Ведь нужно было не только качественно восстановить церковь, но и сохранить ее первозданный архитектурный вид. Спустя пять лет результат налицо. Этот храм уже под стать московским храмом, как его говорят, под стать Дивеевской, мол, монастырю, плиточка, газоны, мы видим все. Вот, прекрасно, представляю вам, внешне, вот, ну, на высоком уровне все. Сейчас, закончив внешнюю отделку и благоустройство территории, реставраторы храма перешли к внутренней росписи. Установили леса под главным куполом этой православной жемчужины. Расписан храм будет под стать своему внешнему убранству. Но главная задача, говорят священники, еще впереди. Распись свода главного купола храма планируют закончить уже к 21 ноября. Ко дню собора Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Тогда же в этих стенах возможно состоится и первое за последние сто лет архиерейское богослужение.